всем привет друзья с вами гиф и сегодняшнее видео будет о том как управлять новой камеры появившийся в элите в дополнение 2.3 прежде чем мы посмотрим на камеру давайте глянем на настройки я буду писать видео сразу же показывая потому что в данном случае так удобнее для камеры у нас есть две настройки первая на сам комплект камеры и на свободную камеру что касается настроек комплекта камеры здесь их совсем чуть-чуть включить комплект камеры когда вы находитесь в корабле включить комплект камер когда вы находитесь в срви это разнесено на разные кнопки теперь и не предыдущая либо следующая камера можно отдельно назначить клавиши на конкретной камерной честно говоря не вижу большого смысла и еще есть очень важная кнопка войти в режим свободной камеры и вот свободной камере у нас здесь посвящен огромный огромный раздел давайте по нему и пройдемся включить выключить интерфейс это просто скрыть те значки подсказки чтобы вы могли снять скриншот без интерфейса повысить скорости понизить скорость вот это не совсем очевидно и это в общем то примерно то же самое что скорости в коробке передач на машине есть минимальная есть максимальная чем выше скорость тем ваша камера быстрее двигается при одном и том же отклонении руда ось движения вперед здесь в общем то поставил ось газа на орудий и да я рассказываю про управление как она сделана у меня на джойстике джойстик с этой как с 52 pro плюс педали и в отличие от того чтобы сделать как в полете у меня это ось работает только вперед вот здесь я пользуюсь полным диапазоном объясню почему потому что если нужно вдруг поехать назад приходится сначала медленно отвести ручку назад в ноль включить задний ход и потом также наращивать скорость движения назад потому что если просто нажать кнопку реверса то так камера не самолет не космический корабль она тут же начнет заданной скоростью двигаться в обратном направлении у нее нет инерции она в отличие от корабля не тормозит так значит здесь кнопки на движение вперед если не вам нужны но на джойстике естественно это не использую горизонтальная ось это у меня твист ось подъема это вверх-вниз также у меня есть кнопки на движение вверх-вниз но не к сожалению дают движение такими рывками пусть тангажа то же самое что и в корабле ось рыскания у меня стоит на педалях и ось крена тоже на джойстике влево вправо что еще из полезных кнопок стоит здесь назначить включение захвата вращения фиксация на транспорте на внешней среде выйти из режима свободной камеры и также есть приближение либо размытие в зависимости от того что вы выбрали переключатель между ними и увеличиваем фокусное расстояние либо приближаем камеру либо уменьшаем увеличиваем размытие но эти кнопочки здесь понятны сейчас я покажу как это действует в игре итак если мы просто включим камеру то мы будем переключаться окажемся на самой первой камере задняя часть корабля и можем соответствующими клавишами переключаться между камерами влево вправо мы меняем камеры на доступные с любой из камер вы можете перейти на свободную камеру но есть несколько отличий если вы находитесь внутри кабины не дает сильно никаких движений вперед назад движение нету вы можете чуть-чуть рысканием ее подвигать и можно соответственно либо приближать эту камеру либо удалять и если мы включим режим размытия вместо приближения то можем соответственно фокусироваться ближе дальше а либо соответственно размывать картинку добиваясь определенных визуальных эффектов это что касается внутренних камер вот еще раз повторюсь что касается внутренних камер диапазон движения здесь небольшой камеры жестко закреплены вперед назад на них уже не поездишь за исключением разве что через приближение приближаем можно совсем иначе обстоит дело если мы с вами находимся снаружи корабля так давайте перенесемся в космос и посмотрим как можно управлять здесь свободной камеры еще раз пробежимся по внешним камерам кораблям с любой из них вы можете в общем-то отправиться в путешествие свободной камерой неважно с какой это просто отправная точка внешняя камера в отличие от камеры внутри кабины позволяет вам приближаться и удаляться причем как я уже выше сказал это есть отдельно ось газа которая двигает вашу камеру вперед или назад а есть отдельно оси коростей вот смотрите есть час буду двигаться вперед на самой маленькой скорости которая доступна ручка газа у меня стоит на сто процентов но я двигаюсь со скоростью один метр в секунду на следующей скорости мы двигаемся со скоростью десять метров в секунду следующая скорость уже еще побыстрее это наверно метров 20 секунду еще одна скорость вам сейчас не видно но вы можете смотреть по индикатору наверху удаление от корабля и вот это наверное будет максимальная скорость когда сотни метров в секунду максимум можно от корабля отодвинуться на три километра после этого камера а скажем так упирается в невидимый барьер ну давайте я сейчас сброшу скорости вернемся обратно к кораблю а метки корабля нету но вот только по звездной пыли можно определить где он там у нас давайте возвращаемся и и вот видим нашего точнее моего стервятника так что еще из полезных вещей есть кроме оси газа крен в отличие от крена в управление кораблем здесь не так важно не так часто нам нужно вот так вот вращаться вокруг корабля гораздо важнее движение в горизонтальной оси для получения каких-нибудь интересных кадров за это мне отвечает твист на джойстике ну либо перемещение вот так вот относительно оси вращения камеры это я делаю педали какие еще важные вещи есть при управлении внешней камеры и кораблем смотрите сейчас я управляю камерами и корабль летит в том направлении как был в момент включения камеры я могу переключиться на управление кораблем тогда соответственно вы видите камера замирает а корабль начинает двигаться согласно согласно движениям джойстика и здесь есть такая вещь как стабилизатор вот сейчас у меня выключен и корабль получается я в и поворачивая корабль корабль вращается перед нами то есть мы можем таким образом посмотреть как он быстро вращается вокруг той или иной оси выполнить маневр а можем включить стабилизатор в таком случае а корабль будет все время жестко зафиксирован одной стороной к нам а вращаться уже будет весь остальной мир что еще мы можем сделать я могу открепить камеру тогда камера останется стоять на том месте где мы и находимся а улетит корабль вот смотрите открепляю камеру и наш стрелятник уносится вдаль а камера стоит на месте ну в общем то можем ее закрепить и тогда и снова взять на себя управление кораблем теперь тогда мы будем уже управлять вот с такого расстояния но уже видно какие можно описывать различные трехмерные фигуры и иногда это выглядит очень очень симпатично немножко форсажа и замираем так давайте вернемся на управление камерой какие у нас еще есть ограничения какие есть возможности в космосе я уже сказал три километра а вот на планете управляя ТРП можно всего лишь 250 метров а давайте полетим на планету и посмотрим как это выглядит там причем не только управляя ТРП и камера от корабля тоже не собираются удаляться дальше чем на четверть километра если вы в поле тяготения планеты ну точнее у самой поверхности и так а вот мы находимся уже у поверхности берем на себя управление кораблем замечу что в таком режиме нет никаких индикаторов высоты либо текотения либо вектора скорости то есть здесь нужно быть аккуратным совершенно другие ощущения при управлении отсюда какой-то игрушечный получается корабли давайте 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 по чуть-чуть сядем ну вот мы и прилунились что касается управления с кораблями здесь все абсолютно то же самое можно находиться в режиме свободной камеры выбрать удачный ракурс можно включить стабилизатор тогда картинка будет четкая трястись не будет и можно снимать замечательные виды но скоробей будет продолжать двигаться в заднем направлении поэтому чтобы все таки помочь ему выехать желательно брать управление скоробеем а на себя в таких ситуациях ну вот еще раз без стабилизатора со стабилизатором с открепленной камерой когда камера стоит на месте едет скоробей и с камерой прикрепленной ну в общем то вот наверное это вот все хитрости которых я хотел вам рассказать управление камерой ничего здесь совсем совсем секретного нету чуть-чуть приноровиться и можно абсолютно спокойно снимать различные видео получать шикарные виды это все теперь наша новая внешняя кинематографичная камера дает на этом все друзья с вами был гиф и удачных вам полетов секрет в вы дом Субтитры создавал DimaTorzok